Первая рабочая планерка главы Анапы в новом году состоялась сегодня в администрации города. Участники подвели итоги новогодних каникул и выработали план работы на предстоящий период времени. Хочу сказать спасибо и культуре, и потребсфере. Хорошо было организовано, и людей прямо очень много было, и работников полиции было много, и пожарная машина была, и скорая. Несмотря на то, что до лета еще почти полгода, глава города уже дал распоряжение начать активную подготовку к курортному сезону. Юрий Поляков подчеркнул необходимость города быть на 100% готовыми к приему отдыхающих. Провести мониторинг санитарного состояния пляжных территорий в районе Высокого берега, в том числе пляжа общего пользования 40 лет Победы, Пионерского проспекта, села Витязева, села Суко, поселок Утриш, совместно с МУПОПУ и другими хозяйствующими субъектами обеспечить санитарную очистку. Глава также подчеркнул необходимость навести порядок в сельских округах. Особое внимание мэру делил Витязева. На праздниках там не работало уличное освещение, а также приказал навести порядок на параллии. Под личный контроль главы города попало и дорожно-транспортное происшествие, произошедшее недавно на пересечении Анапского шоссе и улицы Крымской. Автомобиль с нетрезвым водителем врезался в стелу, одну из достопримечательностей города-курорта. У меня отдельный вопрос, знаете, какой? Кто ее будет восстанавливать, эту стелу? Мне просто интересно. Может, кто-то думает, что опять муниципалитет должен за свои деньги? Нет. Я хочу знать, кто виновен и когда он ее восстановит, эту стелу. Вести там какое-то следствие сумасшедшее, я думаю, нет никакого смысла. Есть машина, есть человек, который совершил это преступление. Пожалуйста, с завтрашнего дня пусть она начинает ее восстанавливать, эту стелу. В завершении встречи глава города еще раз обозначил главные цели на будущий квартал, а также попросил всех присутствующих не затягивать с выполнением поручений. По словам главы, работы предстоит очень много.